На подиумах Нью-Йорка своими пышными формами потеснила девушек 90-60-90 Кровь с молоком Стала моделью в возрасте, когда другие манекенщицы завершают карьеру Мне всего 32 года В ответ на критику уплетает картошку Я очень люблю картошку, это крахмал, не могу от него отказаться Белорусская краса размера плюс Катя Жаркова в проекте агентства теленовостей «Наши в мире» О полноценной жизни при полной фигуре Смотрите прямо сейчас на Беларусь 1 Я родилась гадким утенком Не поверите, конечно, я всем это уже рассказываю У меня есть детские фотографии, я привезла из Нью-Йорка Я смешная, такая прям смешная девчонка Бабушка сказала, что, наверное, из гадкого утенка лебедь Ты обязательно когда-нибудь вырастет, просто жди Я родилась в войсковой части Мочулища Минского района Минской области У меня есть паспорт, я могу его показать Часто в интернете путают и пишут просто город Минск Потому что немногие понимают, что такое войсковая часть Мочулища Воинского, ну то есть как бы военный городок, где служил мой папа, не всем известен А я провела в Беларуси в это время до 7 месяцев А потом папу отправили служить на Чукотку Но так как картошку я люблю сильно, подозреваю, что эти первые 7 месяцев, когда я родилась в Беларуси Все-таки дали о себе знать Есть во мне огромная кровь в Беларуси И друзья у меня есть в Беларуси, очень хорошие Здравствуйте, меня зовут Катя Жакова Я актер театра эстрадных миниатюр «Экспресс» Это был 2001 год Моя команда КВН поехала на фестиваль студенческих театров эстрадных миниатюр в Смоленске Он назвал Смола И Катя была у нас там гидом То есть она сопровождала нашу команду Помогала решать какие-то бытовые проблемы Связанные с подготовкой команды к выступлению Вот в принципе там мы и разнакомились и стали друзья Просто играли в КВН, играли, занимались театром эстрадных миниатюр И мы встречались с ребятами на фестивалях И после этого приезжали друг к другу в гости Последний раз мы с ней виделись на удивление недавно Это было 9 мая этого года Она в ее характере позвонить и сказать там Так, у меня есть возможность, я завтра буду в Минске И она приехала, мы собрались в чумбайшую компанию Встретились, очень долго общались И вечером этого же дня она уехала Но вот для меня, вот Катя В таких спонтанных, очень положительных поступках Просто это надо видеть и чувствовать своими глазами и руками Мы приезжали в Смоленск, встречались с ней То есть вот дружба как таковая, она сохранилась Потом был период, когда Катя переехала в Москву Она снимала маленькую квартирку, но метро Бойковская, если не ошибаюсь Однокомнатная, но туда набивалось 20 человек Какие-то были забавные... Она в силу своей коммуникабельности, своей хорошей, в смысле, шабашности характера И к воиновскому прошлому То есть двери всегда были открыты Я прекрасно помню то время, когда это же Маша Малиновская Тоже девушка из Смоленска Только-только перебралась и так же ушла у Кати Я помню, что она началась в одной комнате Все было как-то забавно, весело и абсолютно пристойно Я работала очень долго на музыкальном телевидении как продюсер И наблюдала за тем, как девочки, приходящие к нам на канал Начинали худеть и отказываться от еды Потому что они случайно видели себя в кадре не загримирован Ну, то есть они, естественно, приходили на работу в обычной одежде Без грима, без определенной прически Поэтому было на самом деле... Мне очень обидно, почему они начинали худеть, так ненавидеть свое тело Кидались под ножи классического хирурга То есть я уже обратила на это внимание Мне очень хотелось показать, какая разница И что мы все на самом деле очень разные Во мне нет тоже ничего страшного Но вот если я такая, какая есть Я себя люблю и радуюсь жизни Для меня было большим открытием Когда, то есть, фактически сделала в себе отличную карьеру У нее были огромное количество векторов дальнейшего развития Как в том возрасте, в котором, ну, она девушка, разумеется Но в том возрасте, когда многие, наоборот, из карьеры модели уходят Она, наоборот, да, очень, так что называется, серьезно обстоятельно ступила Мама фотограф Мама всегда фотографировала И она намеренно, наверное, делала все возможное, чтобы показать мне, какая я красивая Вот этими ежедневными фотосессиями, которые меня устраивали Наверное, мне раскрывались какие-то мои собственные таланты И то, как я выгляжу Я очень много смотрела на себя со стороны На разные фотографии Удачные, неудачные И мама всегда говорила, что если 100 фотографий одна хорошая Это уже большое везение Потому что поймать человеческую мимику, на самом деле, очень сложно И она меня научила быть хорошей профессиональной моделью Вы знаете, вот ее большим стоплюсом была Исконно русская классическая красота Такой, да, вот на нее смотришь и понимаешь, что вот образ нашей славянской девушки То есть кровь с молоком, которая в горячую избу войдет И Коянск как восстановит? И поэтому меня назвали моделью «Полная фигура» Но на самом деле это «Плассайс» модель «Плассайс» просто означает «плюс размер» Но как бы вот перевод сыграл со мной, наверное, такую штуку Что меня назвали «Полной моделью» Ну вот у меня здесь в руках журнал В котором мы, собственно говоря, все Катины антропометрические параметры можем наблюдать И да, при достаточно высоком росте под метр восемьдесят Весьма разительное отличие от классических 90-60-90 У Кати это 105, 84-115 Но не видя ее, то есть на это никогда не секрутируешь внимания Потому что у нее абсолютно, мне кажется, пропорции фигуре в цели сохранены В случае с Катей я истинно рад, что она совершенно их не стесняется И все это находится в свободном доступе, все эти данные Поэтому здорово, замечательно Конечно, модельный бизнес за границей гораздо более развит Я ехала для этого в Америку Безусловно, уехать туда и поработать было бы очень интересно Получить опыт Но в 16 лет невозможно получить рабочую визу Для того, чтобы получить рабочую визу, ты должен доказать американскому правительству Что ты действительно в этой сфере уже чего-то добился в своей родной стране В 10 лет вот я собирала эти 15 килограмм журналов Катя просто, война оказалась в том месте В то время, когда это было надо, на то в рынке где-то более всего востребовано Не секрет, что количество людей с излишним весом наиболее велико в штатах И количество брендов, которые повернулись лицом к этой части В населении весьма обширный И стали выпускать линии одежды для этой целевой истории Тоже весьма великой, поэтому Катя, мне кажется, абсолютно находится по месту На своей нише То, что она делает и какую миссию своей работы она не несет Мне это очень импонирует Говорить о естественной красоте человека Говорить о том, что каждый из нас индивидуальность Мне кажется, это очень сложно, это очень круто и это очень правильно И Катюшина, я знаю, что она очень здорово совмещала и работы в кино С тем же Абдул, я помню, у него был фильм Некст, если не ошибаюсь И большое количество каких-то рекламных съемок Лавриков, ты чего это здесь? По тебе, Танюш, соскучился То, что сейчас индустрия моды поворачивается лицом к моделям нестандартного размера Это во многом, по крайней мере, на нашем постсоветском пространстве Исключительно ее заслуга Не секрет то, что девушки именно модельной внешности Они стоят процент, ну, дай бог, чтобы 10% от общего количества рынка А как раз основной покупатель, то есть женщины с нормальной фигурой Они закатятся, собственно говоря, за ее появление двумя руками и голосовали Мне письма пишут, гневные, люди Чтобы я перестала пропагандировать нездоровую красоту И похудела на 20 килограмм И показала всем, какая я могу быть Знаете, у меня полнота, она здоровая совершенно Я бегаю по утрам, занимаюсь спортом В инстаграме выкладываю, как я отжимаюсь, бегу, гадаюсь на кайтерфинге Занимаюсь йогой и танцую То есть не каждый худой человек занимается спортом так активно, как занимаюсь я Поэтому со своим здоровьем я точно буду сама разбираться У меня все прекрасно в этом плане Катя человек абсолютно без вредных привычек Человек, который совершенно следует за своим питанием Такова ее физиология, такова ее конституция, такова ее генетика Она такая, какая она есть, и этим надо гордиться Другие могли бы все культивировать комплексы и страдать всю жизнь Возможно Катя-то обратила себя во благо И насколько я знаю, слежу за ее жизнью Когда мы встречаемся, она абсолютно физически активна В любых проявлениях, я смотрю ее фотографии, то есть она постоянно где-то с серфингом, с велосипедом Муж ее абсолютно в этих вещах поддерживает, то есть они спортсменом до мозга костей Я очень люблю картошку, это крахмал, не могу от него отказаться Не вижу смысла, зачем мне нужно отказываться от картошки Вы знаете, я так много занимаюсь спортом, что невозможно ограничивать себя в еде Потому что тогда мне придется съесть своего мужа Ну, мне кажется, он гораздо полезнее несъеденным То есть мне достаточно с ним интересно по жизни Мы просто занимаемся кайтсерфингом, катаемся на велосипеде Я занимаюсь йогой Вот совсем недавно мы купили лонгборд Такая классная штука прям Едешь, балансируешь Я вот кушаю, потому что мне хочется Потому что я не понимаю, как можно проснуться и не есть И вообще зачем мне есть, когда организм, ну его же надо как дровами закидывать И нужно же туда витамины класть Я борец за такой здоровый образ жизни Я предпочитаю здоровое питание, безусловно Пропагандирую здоровое питание Вот картошечку я ем с огурчиками Без мяска А потом мяско ем отдельно с огурчиками или там с помидорчиками То есть вот таким вот образом у меня такой здоровый образ жизни В ее работе, как я ее вижу, говорит о естественной женской красоте Не каждый из нас, не важно, девушка ты или парень, доволен собой И ты что-то стараешься в себе изменить, но оно не меняется, потому что природа тебя создала именно таким и никаким другим И очень сложно почувствовать, что ты настоящий, когда современная культура говорит о том, что ты должен быть уже, ты должен быть выше, ты должен выглядеть по-другому, чтобы вписываться в современный динамичный мир И поэтому у Кати очень сложная миссия говорить о том, что каждый из нас индивидуален и ты хорош тем или ты хорош такой, какой ты есть Знаете, у меня сегодня мечта сбылась, я в космос на обложку попала Я реально загадывала и писала, вы знаете, на Новый год Ты пишешь, кидаешь бумажечку в стаканчик, сжигаешь и съедаешь обязательно, потому что желание нужно съесть Я загадывала обложки космоса, но это сбылось В случае с Катей, космоса, это, мне кажется, до сих пор остается издание лидером женской читающей аудитории, женского глянца и именно рицательное Я попала в Мэри Клэр, Италия, то есть я была в очень многих журналах, я считаю, что у меня все мечты практически исполнили Ни одна фотография, наверное, не передаст, как в принципе любой девушке, движение волос, какие-то жесты, мимику Поэтому в жизни она, мне кажется, гораздо более интересна, чем на фотографии Мне кажется, она настолько естественная и настолько аутентичная, что ей не требуются какие-то серьезные доработки Кроме традиционных женских подводки глаз, какого-то легкого мейтапа То есть не секрет, что чем больше она на себя что-то наносит, тем, мне кажется, не так она может быть привлекательной и выглядит Поэтому у Кати, мне кажется, работа абсолютно по минимуму, она нашла свой стиль И старается, мне кажется, ему не изменять, я искренне рад, потому что она пропагандирует как раз естественную красоту Я уже профессиональный продюсер, я кандидат в педагогических наук, я 25 лет засчитывала диссертацию Я телеведущая на российском телевидении Мне всего 32 года Я рада сейчас, потому что это моя собственная жизнь Я не хочу тратить ее на негативные эмоции, на комплексы, на ссоры с друзьями По совершенно ненужным поводам я хочу помогать людям и проживать эту жизнь как можно более полезной И вот как бы со своей совестью тоже очень важно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!